привет друзья мы сейчас в архизе мы это семья у нас трое детей двое взрослых достаточно детей и один вот такой вот ребятенок ему четыре месяца он еще грудничок вот это его мама обычно мы путешествуем по европе но сейчас нас судьба ковид судьба занесла путешествие по россии и в этом видео мы хотим рассказать какие плюсы и какие минусы есть для вот таких вот маленьких людей при путешествии на горнолыжных курортах россии я ребят не особо не буду об этом рассказывать вот у нее есть мама она с ним все время занимается катает его коляску и наверное что-то скажет про про то какие у нее ощущения от архиза ну как все наверное мамы и родители с маленькими малышами хотят проходите комфортного отдыха вот и в первую очередь конечно же все приезжают с колясками для малышей коляска должна быть проходимая но у нас кстати как ты как ты вообще здесь передвигаешься по этих сугробам с коляской то если дорога расчищена или хотя бы более-менее приглажена уже заезжена то в принципе более-менее проходим она просто везде такие кочки и сугробы вот и мы возим коляску немножко не так как привыкли зато наперед слушай тут в архизе шел два дня снег или три дня бесконечный вот и чё расчищены не расчищена да но уже через пять дней этого снегопада уже более-менее конечно расчищены дороги вот но зато на этих кочках ваш малыш всегда укачается очень быстро и будет крепко спать на самом деле передвигаться сложно с коляской мы и постоянно таскаем на руках вот если мы ее везем 10 метров то это уже хорошо потом пять метров тащим на руках и потом опять везем вот это одна из сложностей сложность номер один вот они дороги архиза вообще таких так выглядит то есть смотрите с коляской здесь с коляской здесь сложно это просто самые широкие дороги которые есть да по этой дороге мы вообще легко проходим это лучший вариант я сейчас попробую поехать и снять вам дороги которые внутри находится поселка центральная дорога по которой мы ходим кушать ну вот так выглядят дороги вроде тоже по которой мы едем вроде более-менее чистая тротуары также вот сугробами и с такими почками которые вы видели маленькие проходы есть есть маленькие проходы да и такая кашица на самом деле не очень хорошо проходила все вот такие вот парковки сколько стоит вот эта парковка маш 400 рублей посмотри 400 рублей но здесь не написано но это такая устная договорная цена а это почем давайте а расчищены они садимой ну они просто сейчас уже оттаяли как ты вообще проходишь с коляской парковки на руках на руках руки наши все такие вот парковки поровней можешь ехать нет вот это уже первая станция романтика здесь вот мы должны найти местечко а лучше мы поедем на лунку на следующую станцию ну да парковки практически прошла но не надо такие лужи она бы наверно проплыла так вот мы приехали на парковочку парковка на лунке но она вроде более-менее цивилизованная платная все официально 150 рублей сейчас все будет работать мы с камерой и вот она практически вся заполнена но по крайней мере вот эта парковка она хотя бы расчищена это большой плюс я хочу тебя спросить вот как тебе удается покататься вообще тебе удается покататься с малышем с таким какой вот распорядок дня расскажи ко мне просто нашему больше я конечно знаю вот его расскажешь камеру нашего малыша слава богу удачный для нас распорядок дня в 12 часов он засыпает мы приезжаем на город к этому времени и берем катание на полдня полдневной скипаж кстати есть полдневной скипаж нас устраивает из 12 до 4 пока он спит мы катаемся ну мы катаемся по очереди с дочкой вот то она с ним внизу где-то на станции гуляет либо либо я с ним когда стефан просыпается во сколько часов ну часах 4 пол пятого и нужно уже возвращаться домой и потом его кормить то есть получается с 12 до 4 он спит до 12 до 4 у нас всегда есть свободное время потому что он спит на свежем воздухе и это очень круто а где в это время коляска находится на улице рядышком если прохладно то иногда я захожу просто в закрытое помещение греемся и снова выходим на улицу но при этом ребенок спит главное когда-нибудь пользовалась комнатой матери или ребенка на вот этой станции переодеть там подгузник срана или что-то такое дело в том что учитывая что он все время спит вот то время пока мы находимся на горе слава богу спит мне не приходилось пользоваться комнатой матери ребенка но ребята я вам скажу молодые мамочки в общем на лунке комнаты матери или ребенка нет она романтики есть как бы на романтике вот я не задавался этим вопросом надо будет посмотреть и мы вам обязательно скажем но так чтобы переодевать мне приходилось машине а кормишь ты где там в ресторане там в уголке где-то садишься или вообще не кормила но кстати степана грудном скормили пока нам очень повезло конечно не проблема когда он когда ребеночек на груди вот можно всегда найти теплое местечко даже в кафе где-то удален то есть его ты как цыганка в уголок садишься раздеваешься и кормишь да получается так ну если уж прям сильно надо покормить ребенка то конечно да ищешь спокойный более-менее уголок где-то в ресторанчике или в кафешке накрываешь тряпочкой и тупо кормишь ребенка вот но мы все-таки стараемся делать это уже дома хочу сказать что должна быть таких местах комната матери ребенка просто вот обязательно если вы хотите чтобы приезжали такие как мы семейки и веселые то вы сделаете ребята и и пожалуйста если вы слышите нас руководство тут есть кстати лифт мы сейчас на него идем это прикольно то что есть возможность подняться с коляской вот здесь мы обычно тусуемся с ребенком где-то обычно гуляешь мать с ребенком тут снег башка не попал да вот крайний день нашего катания покатались вы хочу сказать ощущением от катания от этого пребывания на курорте вообще неплохие отличные всю скажи что как ты как ты здесь и было чего как все почем да больше всего мне понравились все вне трассы тем что очень много снега выпало к нашему приезду и принципе тут тоже очень хорошо солнышко сегодня выглянул так что это классно вам нужно обязательно побывать так еще один член нашей семьи мне понравились трамплины прикольные там гора очень хорошие а тот спуск да там севера северный да да очень прикольная конечно долгий подъем я скажу что мы отлично перезагрузились и отлично отдохнули набрались здоровья на этом свежем горном воздухе нас порадовали солнечные дни в общем природа здесь действительно крутая можно приезжать набираться здоровья со всей семьей с маленькими детьми советую с маленькими детьми но мы тоже можно мне кажется если вы приедете всей семьей это будет самый хороший отдых если будут какие-то накладки я думаю вы с ними справитесь удачного отдыха пока пока пока